Друзья, привет! Обещанное мной видео про настройку ноутбука, именно Undervolting. Эта настройка необходима для ноутбуков, у которых высокие температуры и высокое потребление в ваттах. Сейчас покажу. Вам видно, нет? 116 ватт потребляет. И температура. Температура сейчас на 72, но она будет повышаться до 80 градусов. Я просто сейчас обновил все настройки, чтобы вам детально и пошагово все это показывать. Данная настройка подходит для таких видеокарт, как GeForce GTX 1660, 2060, 2070 и так далее. По поводу Родиона не скажу, потому что, например, тот ноутбук, который я взял в прошлом видео, с видеокартой XT5600, там нужно BIOS прошить, чтобы были доступны все настройки о MSI автобернера. Не буду рассказывать, как установить Cryptex, как MSI автобернера, я просто оставлю ссылки, вы уж сами скачаете там, я думаю, это сложности не будет. Скачали Cryptex, зарегистрировались, скачали MSI автобернер, который будет выглядеть так. В общем, скачиваем драйвера, я думаю, это тоже сложности никаких не вызовет, ну, самые последние драйвера. И вот включаем таким образом нашу программу. Кстати, по поводу дохода, он ночью опять что-то зашкаливал по 13 тысяч в месяц, показывал, сейчас 8-9. Далее, смотрите, также хешрейт снижается, да, вот я просто нажал на обновление всех настроек, и хешрейт сейчас упадет до 28 мегахешей по эфиру, по даггер-хешимоте. Итак, давайте уже к делу. Что нам понадобится от этой программы? Повторюсь, вся настройка идет для ноутбуков, потому что вот эти значения, они не активны, и вручную отрегулировать не получится, точнее, именно вручную отрегулировать получится. А на компьютерах все делается проще, то есть подвигаются эти ползунки и все. В общем, смотрите, что нужно сделать. На клавиатуре нажимаем Ctrl-F, и появляется вот такая кривая. Она будет примерно у всех одинаковая, у тех видеокарт, которые я перечислил. Что нам нужно? В мат-часть я сейчас ударяться не буду, если необходимо, могу следующий ролик записать, который будет объяснять, почему так, а не иначе мы настраиваем. Итак, что у нас за кривая такая? В общем, нам нужно из этой кривой сделать прямую на уровне 1300 МГц. Как это делаем? В общем, тут есть точки такие. Так, может еще приблизить? Ой, какое качество потрясающее, в кавычках. Нет, так, наверное, слишком, да? Вот, давайте вот так вот. Вот, так, видно, да? Вот, смотрите, вот эти точки, когда мы нажимаем на них... Сейчас, подождите. Блин, сейчас мышку включу. Так, а вот, когда мы нажимаем на них... Да нажимайся ты. Вот, видите, они двигаются таким образом. Вот, так, сейчас. Блин, я не знаю, как настроить поудобнее. Сейчас, секундочку, ребят. Во! И вот, смотрите, мы когда на нее нажимаем, вот, на эту точку мышкой, тут же показывается, насколько мы опускаемся. Нам нужно опуститься вот именно непосредственно до 1300. Чтобы отдельно каждую точку так не нажимать, можно зажать shift. Сейчас вам так же покажу это все. Сорян, что так все по-тупому я это делаю, но хочется максимально доступно. В общем, зажимаем shift и выделяем область на этом графике. Вот, смотрите, каким образом. Видите, синяя такая появляется. И смотрим, где прямая примерно заканчивается, да? Вот здесь. Выбираем эту точку и двигаем уже непосредственно целую полосочку. Вот таким образом. В общем, каждую точку уж показывать не буду. Смысл вы поняли. Должно получиться каким образом? Сейчас. Должно получиться... В общем, вы все изменения сохраняете как? Вот здесь профили. Вот здесь. Вы, допустим, нажимаете на дискету и на однерочку нажимаете. И при следующем запуске вам уже не нужно будет ничего настраивать. Просто на единичку нажимаете и все. Так. Я уже сохранил под своим профилем один. Должно получиться вот примерно так. То есть вот такая прямая. На этом уровне. Что мы смотрим? Обратите внимание сейчас на градусы после того, как я нажму ОК. Ну и вот я эту видеокарту разгоняю до 850 МГц. Можно больше, но... В общем, я так настраиваюсь. Смотрите, нажимаю ОК и наблюдаем за температурой. В прямом эфире, так сказать. Так. Там что-то видно, нет? Что температура падает. Ну вот. Было что-то там 72-73. Теперь она снижается на глазах. В общем, ладно. И самый главный момент. То, что снизилось потребление в ваттах. Было 116, стало 80. Но с течением времени она будет 77. Вот. Ну, в общем, вот температура падает. 66. В общем, она будет падать до 60 градусов. Как по мне, это отличный показатель снижения температуры и снижения потребления в ваттах. Сейчас будет повышаться еще хешрейт до 34-35. По-моему, очень доходчиво я вам объяснил. На этом все. Если какие-то будут вопросы или нужно объяснить, по-моему, отчасти, я вам запишу следующий видеоролик. Подписывайтесь на канал, так как я смотрю, что 85% аудитории не подписаны. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я постараюсь почаще выпускать видеоролики. Просто я вот такой творческий человек, у меня по настроению все делается. А по идее, люди знающие говорят, что нужно стабильно это делать каждый день. Ну, буду стараться. Все. Всем пока. Продолжение следует...